всем привет с вами меха мы на канале похудеть бесплатно была такая красивая погодка я утром выбегал на привоз сейчас появились тучки солнышко спряталось и стало прохладного первых у нас утром был один градус когда я выбегал сейчас чуть-чуть теплее но из-за того что солнышко спряталось прямо теплоты я не ощущаю перчатки я не взялся прохладно в ручке но ничего раз я уже вышел гулять значит я уже вышел гулять смотрите давайте сегодня цветочков цветочков цветочки там может где-то если будут я вам обязательно подарю красивые какие-нибудь осенние цветочки думаю в парке должно найтись а так пока вот вам красивые листочки вместо цветочков желтые красивые листочки мне очень нравится осень я ее люблю и настроение если у всех какой-то осенью обычно грустно скучно настроение у меня наоборот веселый мне нравится не знаю почему так я-то родом весенний мартовский но осень не знаю люблю люблю мне мне хорошо мне комфорт так давайте немножко о личном я знаю как всегда что это видео сейчас опять получит дизлайки опять кому-то не понравится потому что я еще раз вам говорю это мой дневник это я рассказываю свою знаете как как другу надо выговориться я считаю вы мои друзья люди которые подписаны на мой канал смотрят да я понимаю что может я где-то не прав потому что я с мужской точки зрения как всегда буду говорить и не буду вот это я знаю что вот если вам это не нравится я не буду я буду говорить как мне нравится понимаете поэтому получу дизлайки так получу кто поймет тот поймет кто не поймет тут и поймет пусть смотрят на это все со своей женской стороны и подстраивают под себя понимаете я буду рассказывать так как я сейчас буду жить и как я живу а вы можете также жить со своей женской стороны тоже какие-то требования выдвигать какие-то мысли знаете для чего это делать для того чтобы во первых ты когда про это думаешь говоришь рассуждаешь ты потом не наступишь на эти грабли как вот в похудении я все это разложил по полочкам так и в жизни своей точности вы смотрите и после расставания со своей женой я был немножко в панике попал еще вот это корона вирус когда я лежал блин умирал думал были выкарабкаешь не вы знаете вот я был большой панике на самом деле был большущий стресс ну я сдержался я не нажрал себе там 20 килограмм лишнего веса хотя вот знаете все шло к тому как говорится ну стресс а я не знаю некоторые когда стрессуют когда у них проблема они начинают худеть я например только набираю потому что у меня нарушенное пищевое поведение как у всех вас раз вы здесь и мы просто начинаем жрать непомерно и думал все у меня все пропал все жизнь моя покатилась под откос поэтому я начинаю жрать мне пофиг это похудение мне не надо но поймите правильно как бы вам это сказать это тоже самое что вот да я мог тоже начать бухать целыми днями понимаете я свободный сейчас у меня нету жены дома нету ребенка ребенок там два-три раза в неделю заходит в гости там сутки проводит там со мной два дня пока там мама на работе он у меня водка каникулы были но по сути я могу пить каждый день вот каждый день его знаете как некоторые находят свою отдушину в алкоголе и в еде для того что понимать а еще алкоголь и еда очень часто не знаю как у вас у меня я когда выпью я начинаю кушать в три-четыре раза больше потому что ну мозг расслабляется да пошло оно все и начинаешь больше пить больше это но на самом деле в этом не выход наоборот каждым разом все тяжелее тяжело и становится потому что ты один день получаешь вот этот кайф от алкоголя и вроде все становится красиво но следующим утром когда ты проснешься с больной головой ты мало того что никакие проблемы свои не решил а еще усугубил потому что тебе болит голова тебя тошнит тебя плохо тебе стыдно ты не знаешь что ты там натворил что ты кому сказал как всегда вы знаете на стрессе можно таких глупости найдет поэтому я считаю это не выход опять становиться толстым нажирать проблемы свои заедать едой это тоже не выход надо искать выход в чем-то другом я подумал вот мне надо наверно новую жену там новую любовь и но опять вовремя я тоже вот переосмыслил думаю мишка ну куда ты лезешь ты только оттуда вылез как говорится зачем тебе опять эти же грабли на самом деле сейчас я свободный сейчас я вольный и вот на данном этапе времени я даже никого не ищу вот не поверите я забил вот на это все подумал переосмыслил осознал посмотрел там психологов что они думают по этому поводу тех всех всех и понял ребят не надо делать поспешных выводов знаете поспешных выводов поспешных решений каких-то зачем я вот это он все как же я один как нормально я один и не знаю женщинам тяжелее вот сколько я смотрел умных людей женщинам тяжелее выжить одной мужчинам проще выживать одно понимаете я иду вечером вот сейчас темнеет рано ночью я не боюсь идти по городу и душа гаю да по темной улице я мужчина мне конечно есть страх у любого человека понимаете но во первых шансов что на меня нападут но в три раза меньше потому что женщина беззащитная женщина слабее поэтому как бы в этом плане мне не страшно спать ночью одному встать и пойти по квартире в темноте идти там в туалет это мне не страшно если никого нету в квартире мне не страшно когда гром и молния ну у девушек много страхов вы сами знаете почему потому что они девочки а вы мальчики на самом деле эффективно и смотрите мужчине надо намного меньше чем вы думаете да нет вы вы жены вы мамы вы знаете что мужчинам надо намного меньше носки трусы я не знаю и зубная щетка это все что надо мужчине по сути вы понимаете что например если я купил эту куртку пока если она мне подошла и она мне нравится вот пока она не сносится я буду ее таскать и даже когда она сносится она еще висит у меня в шкафу потому что у меня так жалко я привык мужчины не любят одни джинсы пока между ног не протрутся или там снизу уже не просыпается все я буду носить их тоже долго там спортивные штаны обувь мужчины привыкают к одному и потом даже тяжело от этого избавиться поэтому на самом деле мужчинам выжить намного легче и по сути по сути по всем правилам любви и по правильных отношениях семейных не я должен искать ту женщину прямо бегать у меня все хорошо пусть они меня теперь я вы конечно скажу мы не будем искать а потому что вы феи вы думаете что вам вам принц придет нет дорогие мои если вы и вот пусть девушки честные которые это вспомнят если бы она не подала знак этому мужчине там лишний раз не улыбнулась не пошла бы с ним на свидание ничего бы не было понимаете на самом деле все от вас зависит они от нас вот мы идем друг другу навстречу я иду мне хорошее настроение я улыбнулся и если девушка на меня вот так посмотрит типа придурок какой-то все ничего не будет понимаете если она мне улыбнулась ответ все тоже уже по-другому все развивается по другому поэтому как я не буду не бегать ничего не бегать не бегать сиди сама посмотрите я говорю я вот сейчас я просто в шоке на сайт и знакомств я не отписался я там есть кто мне пишет там привет я часть ну я сам уже никому не пишу и потому что там на миллион девочек я извиняюсь но не миллион у нас одесса миллионник но там помимо одессы же куча зарегистрирована народу там реальных мужчин нормальных адекватных понимаете я не говорю богатых там вообще по сути нет там есть много извращенцев и а вот когда начинаю общаться с девушкой они говорят блин тут какой-то рассадник все какие-то извращенцы все какие-то непонятные типы правильно они ищут жертвы посмотрите кто сидит на сайте знакомств я говорю вот я сколько пересмотрел у всех по одному два высшего образования у всех автомобиль у всех дети 12 и так далее но мы с возрастные люди у нас мало девушек у которых нету детей ну и такие есть тоже ну вот так получилось там была замужем потом развелась без детей а потом не вышла замуж или вот что-то долго искала или училась много там два высших образования пока не могла же всякое бывает бывает есть я точно знаю что есть девушки и без детей есть девушки которые не были замужем есть девушки которые были замужем но визите поэтому как бы много разных людей но говорю в основном девушки ищут мужчин и ждут вот этих каких-то я не знаю каких-то непонятностей вот читаешь их анкеты и я я стерва я такая мне это ты молодец ты стерва вот и будь дальше стерва занимайся собой будь стерва ну почему ты на сайте знакомств для чего ты на сайте на ты хочешь найти любимого человека чтобы он тебя сразу принял как стерву да и чтобы этом ну кого ты найдешь вот скажите вот по-честному вы вы вот можете проанализировать свои там встречи своих любимых кого вы любите женщин кого любит вот этих мужчин тряпок который будет следом за ней ходить да дорогая да дорогая нет всегда любят тех которые наоборот там не по барабану ты это мужчины и также и женщины если женщина за тобой бегает то ты думаешь да пошла отстань от меня вот ровно так же так и у женщин мужчина который за тобой бегает это для женщины уже пройденный этап он уже у нее в корзинке поэтому если ты бежишь за женщина я готов все ради тебя ты для нее не интересен ей интересный вот тот машина мотоцикле который по барабану и даже в ее сторону не смотрит если ты хочешь с ним общаться ты подходишь к нему и сама на голову вы знаете как знаете как говорят самая красивая крутая девушка все равно когда-то бегала за пацаном который на нее не обращал внимание не приглянулась не понравилось а вот ей это вот знаете как поднять самооценку как это так я такая красиво а ему вот по барабану вот и все блин понимаете также и у мужчин на самом деле если ты видишь в девушке там недоступной какую-то вот это тебя и когда она тебя там такая динамит и песочек это по-нашему называется ты наоборот заводишься и как-то хочет хочешь ее добиться там что-то это а то которая вот доступная стоит рядом с тобой говорит привет как дела давай погуляем ты говорю слушай какой погуляем вот вот а вот недоступная богиня знать богиня какая богиня были я я не знаю есть же бог бог главнее поэтому я для себя решил я больше не занимаюсь вот этим я проанализировал свою жизнь у меня сейчас отличный вот я прямо говорю всем десять лет у меня сейчас от лишь все почему десять лет я говорю ну потому что ребят ну прекратите жить каким-то не не выполненному будущем не давайте я тогда вместо этих десяти лет свободы вот как я захотел я пошел хожу себе в парке снимаю видео завтра я пойду опять на карусели потому что я еще пару карусели не не прокатился и еще я хочу комнату страха вот пройти вот да может она там детская может не диск ну я вот что-то не помню когда я выходил в комнату страха я не был в комнате страха значит я пойду комнату страх понимаете хочу поехал к другу хочу поехал к подруге хочу пошел блин кино хочу пошел вот что хочу то и дело вот вы понимаете это десять лет свободы ну а можно сказать миша ты учат вот это десять лет стопу а потом на старости а не хочешь ли ты пойти еще на одну работу еще поработать и денег заработать чтобы тебе там да какой заработать денег сколько нам надо денег сколько мне лично надо день я проанализировал мне не так много надо денег вот вот реально ребят ну вот реально зачем мне сейчас запрячься например 10 лет работать еще для чего что потом на старости когда ты уже не мощный старик ходишь блин с палочкой ничего не можешь на карусель нельзя тебя у тебя давление то эту в гору тебе нельзя у тебя сердце ишемическое туда тебе нельзя с девушкой тебе нельзя потому что у тебя уже простатит и геморрой и все все на свете не тупо блин взять про просрать свои 10 лет нет ребят я на это не подписываюсь я живу свою жизнь боль вы как хотите хотите работайте дальше хотите я не говорю что не надо там работать но просто думайте анализируйте иногда вы вы не можете просто оглянуться вот услышите меня посмотрите как многие живут она каждый день встает просыпается готовит завтрак себе другим потом она должна накраситься помыть голову расчесаться приодеться потом она заводит двух детей в садик и несется на работу на работе сидит до 6 вечера там бухгалтерии например или я не знаю в школе ну где угодно вот она работает в офисе она сидит вот это вкалывает на какого-то дядю потом несется домой по пути забегает магазин покупать продукты прибегает домой надо приготовить ужин надо приготовить там на завтра чтобы было детям и мужу кушать и вот 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 круговорот воды природ круговорот воды в природе целыми днями из-за дня где один день суббота выходной там или воскресенье ребят ну согласитесь со мной это не жить это просто я не знаю какое-то неуважение к себе и своему организму потому что он выработает и как только вы выработаете поверьте я это прошел на своей шкуре когда я стал ненужным я стал сразу не нужны и всем я стал ненужным на работе я стал не нужен жене я никому не стал нужен кому тогда я был еще нужен это маме с папой но мама с папой умерли понимать и все и все на самом деле я увидел что такое никому не нужен такая ребят зачем мне по сути искать такую же проблему как у меня было чтобы быть кому-то не ну нет уж я ушел лучше буду жить для себя искать того которому я нужен в первую очередь естественно он мне тоже нужен мне тоже нужна девушка для хорошего настроения для любви для секса для понятное дело но бегать за кем-то кого-то уговаривать можно я буду твоим рабом можно я буду удовлетворять твои радости можно бы а взамен не получать ничего не ребят все праздник закончился пусть кто-то скажет черствый циничный нет я вам шо блин лох академичный черствый циничный лох академичный это только что придумал красиво не красиво ну и хорошо поставьте мне дизлайк а кто мой друг поставит лайк неважно как он может потом написать миша ты не прав там миша ты прав но я не за короче ваше решение хотите лайк хотите дизлайк люблю вас мои дорогие цветочков я не нашел вот вам голубочки 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 которые обкакивают площади и памятники но все равно они птицы мира мне не нравятся посмотрите они на зиму такие вот прямо все сытные до набрали я надеюсь вы там у меня дорогие на зиму не на не набираете себе нет я скажу есть такой фактор особенно вот сейчас вот эти всякие болезни пандемии фендемии грипп и вот это на зиму это как бы сам бог велел это природа так говорит вы можете набрать два три килограмм чека но уже где-то феврале начинаем опять готовится к весне и будем все это удалять а сейчас все кто худеет к новому году худеют может даже неправильно надо немного подготовиться понимаете вот как вы видели тот кто хочет тот к новому году придет с минус там пятью шестью килограмму наберет два килограмм чека и опять их сбросит потому что будет знать уже потренировался на днях рождениях на праздника как входить как выходить поэтому думайте головой смотрите мое видео люблю вас мои дорогие всем пока пока подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии давайте худеть вместе мы сможем это сделать